Есть люди, которые обладают компетенцией высокого уровня, ведут на этот конкурентный среди эффективный бизнес, используют максимально имеющиеся заделы кадровые, которые связаны с нормальным математическим образованием и так далее. Быть может, не так сильно организовывая диалог с наукой, потому что я про это сегодня чуть вообще не услышал ничего. Но тем не менее у нас есть, скажем так, на кого опираться для того, чтобы развивать образцы дальше. И, конечно, это радует. С другой стороны, мы должны объективно понимать наше место в глобальном мире. Валерий Макаров не даст соврать, мы с ним ездили как-то в Китай. Я был руководителем межправкомиссии по IT между Россией и Китой, еще будет на спинкум-связи. И такой, как-то, наш экспорт, наше производство IT-продукции, я говорю, составляет аж целых 10 миллиардов долларов, из которых там что-то 4-5 идет на экспорт. Молодцы. Говорит, у нас отдельно по IT-продукции нет, но в целом наши экспорты и КТ-продукции составляют 500 миллиардов долларов. Вот так, чтобы масштаб, да, то есть мы в мировом масштабе, конечно, не лидируем. И в этом смысле, учитывая то, что экономика, которая грядет, и уже понятно, она глобальная, тут межстрановых барьеров сильно не построишь. И нам надо, мне кажется, все вместе искать это место в глобальном мире, в котором мы будем обладать реальными конкурентными преимуществами, неоспоримыми, вот, и максимально их развивать. И в этом смысле особенно не радует в текущей ситуации, что, ну, мне кажется, сейчас идет отдельный диалог отдельных игроков, и сама отрасль, на что не консолидирована, в этом смысле максимально приветствуем организацию. Вот, ассоциация, которая сейчас, я такой, партнером этого мероприятия является, я понимаю, что обычно такого рода вещи, и кооперационное взаимодействие, оно осуществляется на площадке ассоциации, там можно достичь каких-то взаимовыгодных кооперационных связей, вот, и, быть может, даже сформировать какие-то свои гипотезы по развитию, там, собственных экосистем, которые могли быть, иметь глобальную какую-то перспективу, перспективу глобальной конкурентоспособности. Вот, при этом фокус внимания все-таки, мне кажется, повод быть глобальной, вот, в этом смысле, если кого-то интересует, опять же, возвращаясь в свое предложение, истории, связанные с рынками НТИ, то, ну, добро пожаловать, у нас за каждой группой стоят, там, достаточно известные авторитетные люди, там, мы едем, там, в Майонете генералов, там, сейчас в Автонете Курко, там, в Финнете Солонин, там, в Холстете Репик, то есть, ну, это те люди, которые понимают, как устроен глобальный мир, и понимают прекрасно не вообще интернет вещей, потому что это сущность, которую не схватишь, вот, а интернет вещей для конкретной сферы, для конкретного рынка или отрасли, вот, и в этом смысле можно, там, в какой-то кооперации с ними, наверное, там, чего-то выстроить, опять же, не понимая до конца, ну, наверное, это можно сделать только в каком-то диалоге профессиональном, и в этом смысле, если ассоциации, и всем вам это интересно, то, ну, давайте вступать в такой диалог, и дальше говорить, там, я не знаю, мы лучше будем в автопроме, например, да, и дальше, там, все силы и ресурсы поддержки, государственные, в том числе, долбить сюда, потому что у нас есть, там, не знаю, клана со своей, там, какой-то опытом, в том числе, международная деятельность по законодательству, у нас есть, там, Яндекс, который делает сейчас телеметрические системы, беспроводные автомобили, у нас есть, там, Люксов, ну, и так далее, да, там, давайте, может быть, в каком-то вот таком диалоге можно попробовать, нащупать какие-то точки роста, которые можно вместе осилить. Вот, вполне возможно, это могут быть другие какие-то точки роста, которые не имеют отношения к НТИ, их тоже множество, и на этот счет у нас никто не отменял программу, там, на цифровизацию отраслей, и там тоже много чего будет происходить, соответственно, диалог, мне кажется, в этом направлении тоже вам важно выстраивать. Вот, ну, и в завершение, это сказать, что надо думать, наверное, не только про завтра, но и про послезавтра, вот, как в свое время, там, 50 лет назад на смену, там, в лампу пришли полупроводники, и так, собственно, и мер полупроводников, наверное, когда-то тоже закончится. Вот, и на этот счет существует, наука существует научные исследования, определенные заделы в нашей стране, я часть из них там сегодня говорят, там, тоже связано с квадровым впечатлениями, передачами и так далее, вот, ну, приглашаем тоже вести этот диалог, потому что это исследование государством делается не просто так, ради того, чтобы подогревать, вообще там, температуру мировой науки, а для того, чтобы наша экономика и результаты этой деятельности максимально полной качественно утилизировала, поэтому нужны постановщики задачи, и на роли, естественно, могут быть только те люди, которые придут, разбираются в этой сфере. Спасибо огромное за мероприятие, приятно было поучаствовать, успехов и удачи вам, вот, наш непростой век постоянных технологических изменений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова